МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Канаж – третий город Чувашской республики по численности населения индустриальной мощи. Численность населения составляет более 45 тысяч человек. Канаж уникален своим транспортно-географическим положением. На карте Чуваши он занимает центральное место, находится в 85 километрах к югу от столицы республики города Чапоксар. Канаж – транспортный центр Чуваши. Город пересекает важнейшие автотранспортные магистрали. С западной стороны – автодорога федерального значения – Цивильск-Ульяновск-Сызрань, которая связана с автомагистралью Москва-Нижний Новгород-Казань. Канаж также имеет автодорожную связь со всеми районами республики. Большое значение имеет его расположение на пересечении железнодорожных магистралей. Медицинская помощь жителям города Канаж оказывается в Канажском межтерриториальном медицинском центре. Это многопрофильное лечебное учреждение, в котором оказывается не только плановая, но и круглосуточная экстренная медицинская помощь. Имеет в своем составе 8 стационарных отделений, 5 из которых являются межрайонными центрами – кардиологическое, неврологическое, травматологическое, хирургическое, акушерско-гинекологическое. И оказывает специализированную медицинскую помощь жителям города Канаша, Канажского, Янтиковского, Урмарского и Бресенского районов. В составе есть поликлиника для обслуживания взрослого населения, поликлиника для обслуживания детского населения и женская консультация. В структуре общей заболеваемости взрослого населения на первом месте находятся болезни органов кровообращения. Они составляют 19,6%. На втором месте болезни мочеполовой системы составляют 14,6%. На третьем месте болезни системы органов дыхания – 14%. В результате этой диспансеризации мы выявили группы риска хронических заболеваний. На первом месте это нерациональное питание, повышенная избыточная масса тела, повышенное артериальное давление и недостаточная физическая активность. Всем пациентам, у которых выявлены факторы риска, даны рекомендации по здоровому образу жизни. Также в ходе диспансеризации выявлены заболевания в 7% случаев. Эти пациенты у нас пролечены либо на амбулаторном этапе, либо получили стационарное лечение. Этой группе пациентов дана рекомендация посещать наши школы пациентов, которые активно работают в поликлинике. Хочется обратить внимание на то, что в структуре как первичной, так и общей заболеваемости ведущее место занимает болезни системы кровообращения. Здесь тоже очень активно работают врачи первичного звена, врачи общей практики, медицинские сестры врачей общей практики по обучению пациентов самостоятельно контролировать артериальное давление. И при повышенном артериальном давлении своевременно применять гипотензивные препараты, что является очень важным моментом в профилактике таких грозных осложнений гипертонической болезни, как инфаркты и инсульты. Значительный процент в структуре первичной заболеваемости имеет травмы. И в Канажском межтерриториальном медицинском центре активно функционирует травмоцентр второго уровня. Туда доставляются пациенты с близлежащих районов. Это и Бресинский, Канажский, Урмарский, Янтиковский, Комсомольский район и город Канаж. Ряд районов расположены вблизи федеральной трассы. И оттуда доставляются пациенты, получившие травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Для более эффективной работы травмоцентра в последние годы он был укомплектован по программе дорожно-транспортных происшествий с современным оборудованием на сумму более 5,5 миллионов рублей. Очень хочется пожелать жителям нашего города полюбить себя, полюбить свой организм, начать активно посещать физкультурно-оздоровительные комплексы, отказаться от таких пагубных привычек, как табакокурение и злоупотребление спиртными напитками, начать правильно питаться. И в скором будущем вы поймете, что вы гораздо реже стали посещать нашу больницу по поводу заболеваний. Канаж – это современный промышленный город, обеспечивающий комфортные условия для проживания горожан, имеющий удобную планировочную организацию, где производственные зоны, складские и транспортные зоны отделены от жилых районов. Здесь развита социальная и инженерно-транспортная инфраструктура. В центре города, помимо административных, общественных и культурных зданий, разместился Центральный парк культуры и отдыха, созданный на основе дубовой рощи. Кварталы жилой застройки расчленены скверами, на которых организованы детские и дошкольные учреждения и школы. Все функциональные зоны города имеют между собой удобные пешеходные и транспортные связи. В создании оборудованных мест для отдыха населения, меры по охране окружающей среды и озеленения улучшают условия для проживания людей. В Канаше приняты несколько целевых программ, направленных на благоустройство территории, ремонт и строительство уличного освещения, дорог, тротуаров, родников, реконструкция парков, скверов, аллей, зеленых массивов, оформление цветочных клуб, строительство фонтанов. Укрепление здоровья детей – одно из приоритетных направлений работы администрации города. В рамках программы «Доступная среда» в школе номер 3 города Канаш установлены специализированные аппаратно-программные комплексы. Для слабовидящих, слабослышащих детей оснащена сенсорная комната. Классы оснащены специализированным акустическим оборудованием, учащиеся обеспечены персональными слуховыми аппаратами с автоматической настройкой на прием аудиосигнала. Для слабовидящих установлен принтер Брайля, который представляет собой устройство вывода текстовой информации в виде рельефно-точечных символов системы Брайля. Такой принтер позволяет выводить на печать тексты, выполненные в любом текстовом редакторе, и создавать брайлевские документы. Указанное устройство в современных условиях открывает новые возможности для общения, обучения и качественного трудоустройства слабовидящих детей. Комплексы голосового чтения, которыми оснащены специальные классы, совмещают в себе персональный компьютер, специализированную камеру и программное обеспечение для просмотра увеличенного изображения на экране с функциями синтезированного голоса. Также благодаря программе «Доступная среда» в школе начала функционировать сенсорная комната. Яркость, привлекательность, красочность, необычность оборудования помогает быстро установить контакт между ребенком и педагогом, обеспечивает лечебный, профилактический результат. Оборудование сенсорной комнаты разнообразно. Сухой бассейн, сенсорные дорожки, световой стол для песочной терапии, стена для развития мелкой моторики, тактильные шарики, магические нити, специальное музыкальное сопровождение и многое другое. Здесь нет опасных твердых предметов. Всего того, что может исковать действие ребенка, навредить, есть все необходимое для развития и оказания положительного воздействия на психику ребенка. И в этой комнате детки, которые находятся на инклюзивном образовании, снижают свою агрессивность, снижают тревожность, у них улучшается сон, активизируется мозговая деятельность. Ведущим фактором формирования здоровья подрастающего поколения является полноценное сбалансированное питание. В школьных столовых города используют 10-дневное меню. Проводится витаминизация третьих блюд, в которых включены свежие овощи и фрукты. Проведена работа по обновлению материально-технической базы школьных столовых. Современная организация школьного питания – это комплекс инновационного оборудования и программного обеспечения на службы детям. Одним из направлений совершенствования системы школьного питания является переход на систему без наличного расчета. В Канаше есть где заняться здоровьем. В городе функционируют 104 объекта спорта, 35 спортивных сооружений, 26 спортивных зала, 2 плавательных бассейна, 2 физкультурно-спортивных комплекса. Работают две спортивные школы по 11 видам спорта. Это легкая атлетика, плавание, баскетбол, вольная борьба, фитнес, футбол, хоккей, биатлон, лыжи и другие. Центром физического развития города Канаш является современный спортивный комплекс «Локомотив», в котором занимаются группы различных возрастных категорий. Здесь работают тренажерный зал, плавательный бассейн, зал вольной борьбы, зал для занятий фитнес-аэробики и другие. Бог Нептун создал нам воду, дал прекрасную погоду, весело в бассейн идем и друзей с собой ведем. Наш клуб Нептун работает уже 4 года. За это время многие пенсионеры города Канаш получили удовольствие от занятий в тренажерном зале, от игры в спортивном зале, но особенно мы любим бассейн. Потому что плавание улучшает работу сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, опорно-двигательного аппарата, снимает стресс и помогает нашим пенсионерам хорошо спать и чувствовать себя всегда уверенными и здоровыми. Для чего я хожу в бассейн и в этот клуб? Для того, чтобы вести здоровый образ жизни, чтобы общаться с людьми. Здесь у нас очень интересные люди в клубе, все очень много знают, интересуются всем, что происходит вокруг нас, по городу, по стране и так далее. Физкультурно-спортивный комплекс – это место проведения всевозможных физкультурных и спортивных мероприятий. Комплекс стал одним из четырех центров тестирования и выполнения испытаний комплекса ГТО Чувашской Республики. Комплекс «Готов к труду и обороне» зарождался в советское время и сейчас находит свое продолжение уже непосредственно в наши дни. Я считаю, что его возрождение является актуальным в свете того, что сейчас происходит в мире. Наша страна нуждается в физически крепких людях, наша страна нуждается в здоровых детях. Здоровый образ жизни должен всегда быть во главе у глава, я считаю, что в любой деятельности. И комплекс «Готов к труду и обороне» является тем шагом, который способен поднять уровень подготовки наших граждан, наших детей на существенно новый уровень. В целом, ребята показывают неплохие результаты, что не может не радовать. Хочу отметить, что спорт в Республике и в городе Канаши, в частности, уверенно движется вперед. Здесь огромную свою роль сыграли, я считаю, два момента. Первый – это тот самый комплекс ГТО, который сейчас возрождается. А второй, конечно же, я бы упомянул, это указ главы ЧУАШК Республики Михаила Игнатьева о проведении дней здоровья и спорта. Таков профиль здоровья одного из крупных городов Республики. Чтобы его поддерживать в Канаше, разработан перспективный план развития. В ходе реализации этого проекта мы планируем достижение главной цели – создание комфортных, безопасных условий каждому человеку, который проживает в Канаше. В первую очередь мы планируем в ближайшее время провести реконструкцию центрального стадиона. Также в плане у нас строительство ледового дворца. Также мы планируем в каждом микрорайоне создать по месту жительства условия для ежедневных занятий граждан спортом, физкультурой. Для школьников, для молодежи, для пожилого населения, для всех возрастов. В городе планируется создание индустриального парка, где будут создаваться, размещаться предприятия, на которых условия труда будут созданы на высоком качественном уровне. Созданы все условия для сбережения здоровья, для занятий спортом. Я думаю, что все это нам позволит увеличить продолжительность жизни населения нашего города. Потому что здоровье для каждого человека – это самое важное. И каждый из нас должен позаботиться о своем здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова